Доброго здоровья! Снова Алан Манесон Мале и его книга «Описание о Вселенной» издание 1683 года, что писали французы об армянах в 17 веке. Почему меня интересует именно 17 век? Потому что, напомню, до 17 века об армянах, как о народе, о каком-то людском анклаве, который имеет свои границы культурные, языковые и так дальше, не существует. Такие описания появляются только в 17 веке. Одна из книг, в которых такое мы нашли, это «Описание вселенной» Алана Манесона Мале, известный картограф, француз. Сегодня фрагмент, в котором он описывает Эреван. Эреван расположен на скале у подножия горы Арарат. Это город средних размеров. Предположительно, он был построен из развалин города, который находился где-то неподалеку, и тоже назывался Эреван, и который был разрушен во время последних войн между турками и персами. В Эреване есть несколько персидских мечетей и монастырь кармелитов. Вот это меня удивило, поскольку все путешественники обычно описывают Эчмядзин. Во-первых, Эреван – это и вот неподалеку от него церковь восточного обряда, так называлась армянская церковь в те времена. Вот, и там какая-то ликоз, и так дальше. А тут вдруг ни слова об Эчмядзине, ни слова об армянской религии, а кармелиты вдруг. Ну, хорошо, идем дальше. Город защищен только каменной стеной. Его обитатели, большая часть которых – это бедные армяне, путешественник, который побывал здесь несколько лет назад, утверждает, что этот город был разрушен, однако же, землетрясением. То есть, то войнами был разрушен, потом землетрясением, но неважно. Здесь есть еще одна нехарактерная деталь. Город населен бедными армянами, по большей части. Во всех других источниках того времени об армянах говорят так, что они населяют окрестности Иривани, только живут в окрестности, в общем, в небольшом количестве, и занимаются там земледелием. На горе Арарат, здесь интересное описание горы Арарат, множество скитов, это монашеские поселения, занятых христианскими монахами. Армяне называют эту гору Мессиесусар. Вот еще один неожиданный момент – Мессиесусар. Транскрипция такая. Вообще, это может быть Мессиесусзар или Мессиесусар. Но неважно. В любом случае, на Мессис она, так сказать, чуть-чуть похожа, поэтому я думаю, что все-таки это Мессисусар. Но тут неожиданно Алан Манисунмали говорит, что это слово переводится как «гора ковчега». Я попробовал найти. То есть, в армянском это не гора ковчега, и в персидском, и в турецком. В общем, какая-то гора ковчега. Может быть, имеется в виду и другая гора. Кстати, вот показываю фотографию, простите, рисунок, конечно же, этой горы, ну, как-то, не знаю, по мне так не похоже. Ни на Эревань, которую рисуют другие авторы, ни на гору Арарат. Но на верхушечке вы видите ковчег нарисован, так что сомнений нет, имеется в виду та самая гора. Персы называют эту гору, читаем дальше, Агри. Вот, кстати, Агри, в отличие от Массиса, Мессисусара, и мы увидим еще дальше, и другие варианты бывают, Агри всегда Агри. Вот во всех источниках европейских так не меняется. Высота Агри, или Мессисусара, превосходит все горы Кавказа. Голландский путешественник, который дает нам описание этой горы, говорит, что в 1670 году он побывал в Эреване, и по просьбе кармелитов этого города, которые приняли его за хирурга, он поднялся на гору, чтобы вылечить одного монаха, у которого была грыжа. Он говорит, что совершал подъем в течение 7 дней, проходя каждый день по 5 льё, то есть прошел 35 льё, каждые 5 льё он встречал домик отшельника, проводил там ночь, на утро каждый отшельник давал ему крестьянина в проводники. Ну, видимо, у отшельников были свои собственные крестьяне тогда, не знаю. И осла, крестьянина и осла, чтобы тот нес припасы и дрова. Дров совершенно нет на склонах этой практически бесплодной горы, где не растут ни деревья, ни кустарники. Этот путешественник добавляет, что он поднялся на высоту, где формируются облака. Первый слой облаков был тёмным и густым, следующий слой был чрезвычайно холодным и полным снега, а когда он проходил сквозь третье облако, он чуть было не умер от холода, и пишет, что если бы это продолжалось ещё хотя бы четверть часа, то он непременно был бы мёртв. Он свидетельствует, что в последующие дни, по мере того, как он поднимался наверх, ему дышалось легче, добравшись, наконец, до кельи больного монаха, он узнал с его слов, что тот находится здесь уже 20 лет и никогда не чувствовал ни особенной жары, ни сильного холода, ветра здесь вообще не бывает, и дожди не идут. И именно поэтому ковчег Ноя, целости и сохранности, находится потому, что именно вот такая погода. И подарил путешественнику голландскому деревянный крест, сделанный из доски ковчега. Ну, в общем, вот так. Я знаю книгу, о которой говорит Алан Манисон Мале. Значит, эта книга называется «Три путешествия Яна Стрюйса в Московию, Тартарию и Персию». Вообще, это такой полумифический персонаж, автор Ян Стрюйс. Значит, он в 1647 году, по-моему, бежал от строгого отца, нанялся куда-то на корабль. В различных странах он бывал. На Суматре, на Тайване, в Японии. Потом вернулся в Голландию. Потом в составе Венецианского флота воевал с турками. Попал в плен, бежал, вернулся. В 1668 году, по-моему, женился. И все равно поехал еще в третье путешествие. Уже в Москву. Там занимался строительством корабля, известного корабля. «Орел» тогда строился этот корабль. И из Москвы почему-то, по какой-то причине, там прекратилось строительство. Он бежал, опять бежал. И через Дагестан пытался попасть в Турцию, Константинополь и вернуться в Голландию. Не знаю, что за путь он избрал. Может, еще попутешествовать хотел. Но в Дагестане с ним случилась любопытная вещь. Я вам расскажу о ней после того, как прочту отрывок из Яна Струйса. Что именно с ним случилось в Дагестане. 30 июня, имеется в виду 1670 год, мы прибыли в Урван или Эрван. Этот город расположен у подножия горы Арарат. Граничит с Мидией и удален от Каспийского моря на несколько лье. Это небольшой город, но он все же укреплен. Его стены сделаны из прочного твердого камня. Видны несколько персидских мечетей и монастырь кармелитов. Самая большая торговля здесь – это работорговля. Тартары из Дагестана привозят сюда рабов из разных мест. Они привозят их в таком количестве, что один молодой, сильный и стройный мужчина стоит 10 июня, а то и меньше. Жители Урвана – это по большей части бедные армяне. А на горе, которая слабо заселена, есть только люди, которые проповедуют романскую веру. Ну вот, вы узнаете информацию, которая перекочевала в книгу Алана Манесона Мале. Эта гора расположена между Мидией и Арменией. Она граничит и с одной, и с другой и является продолжением дагестанских гор. Армяне называют ее Мессина. Мессина, а там Мессисусар, туда попал какой-то в измененном виде, в искаженном. А персы – Агри. Вот с персами тут все нормально. Она намного, Мессина, намного выше горы Кавказ или Таурус, а также любой горы в Персии, Мидии и Армении. Камни ее коричневого цвета. Тут, в общем, про камни. И дальше. Два кармелита подошли ко мне, спросить не являюсь ли я хирургом. В общем, договариваются они. И Ян Струйс отправился лечить кармелита. Там он лечил этого кармелита до 22 июля. Потом спускался. Спускался, пишет, больше, дольше, чем поднимался, поскольку спуск гораздо сложнее. Все время скользко там. Ослы падают, лошади падают. И спускаться очень сложно. А так что где-то он прибыл, возможно, в начале августа. И вот здесь пришло время сказать, кем был Ян Струйс в Ирване. И что с ним случается в Дагестане. В Дагестане Ян Струйс попал в плен и стал рабом. Его сделали рабом. И как раз в Ирван привезли его продавать как раба. Но поскольку его не купили, не захотели купить, очень много было рабов в Ирване, как пишет Ян Струйс, и стоили они очень дешево, хозяин его не соглашался на такую низкую цену, то он сговорился с кармелитами, которые предложили хорошую цену не за раба, а за то, что этот раб, в котором они признали какого-то образованного человека, попробует излечить их брата. И вот таким образом, значит, он отправился на гору. Когда он прибыл, вернулся в Ирване в начале августа, он был закован в цепи своим хозяином, потому что хозяин побоялся, что он сбежит. И просидел в закованном цепях несколько дней до 11 августа, когда его хозяин продал, значит, персидскому рабовладельцу, и 12-го Ян Струйс вместе с новым хозяином уехал из Ирвании в Дербент. Теперь давайте посчитаем, сколько дней у Яна Струйса было, чтобы ознакомиться с городом, с его жителями. Сколько? То есть это были те примерно 10 дней, которые он просидел на цепи в подвале в доме у своего хозяина. Вот кто дал информацию о Ирване, почему там не упоминается ни Эчмеадзин, почему все люди, которые живут, которых он, не знаю, как он там видел, мельком, может быть, он считает, счел, что это армяне. И вот эта вот информация от этого раба, она попала каким-то образом в серьезную книгу Алана Манясона Мале. О чем я хочу сказать здесь еще раз. Даже в 17 веке информация кочевала из книги в книгу с большими искажениями. Мессина, Мессисусар, Массис и так дальше. Все это вы видите, я вам демонстрирую это. Нельзя вообще всему безоговорочно верить, что написано в 17 веке. Почему вы думаете, что написанное раньше все сплошь достоверно? Почему вы думаете, что авторы, которых вы относите к далеким векам, к началу нашей эры или к концу прошлой эры, почему вы думаете, что это все соответствует действительности? Этому ведь нет доказательств. Всего доброго, всем дай Бог здоровья. Армяне хотят знать правду о своем прошлом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok